Иван Владимирович Степанов Как повлияла пандемия на социальные и экономические процессы? Первое здание, которое можно было поселить, мы это здание по Хасанской 24 в Краскино оборудовали. И первое, которое было туда заселено, оно с ужасом туда заселилось. Для нас был тоже ужас, мы не знали, что с этим делать. Но потом это пошло уже как-то по накатанному. Через какое-то время мы уже начали этих людей брать и развозить другие обсерваторы. Потому что нам все-таки такой законный обсерватор, хотя было решение суда, мы не смогли сделать, мы не нашли здание. Мы просто воспользовались услугами наших соседей, то есть Надежинский район Уссурийска. Мы начали туда людей доставлять, это по китайцам. Потом мы столкнулись с тем, что начали заболевать наши люди. Как-то у нас было это все практически спонтанно. Боязнь того, что дело уже к весне пошло, люди начали как-то переживать, что к нам много предотдыхающих завезут коронавирус. Мы начали на опережение работать, поставили пост. Тоже для нас новое такое деяние, тоже много было разных проблем, но мы их решали. С полицией совместно, под контролем Крымой администрации. Я думаю, мы с этим справились. Потом мы столкнулись с тем, что когда начали пост снимать, все жители воспротились, почему мы пост снимаем. Всем хотелось, чтобы мы были защищены, но в то же время мы имели право выезжать везде, а к нам никого не пускать. Так тоже нельзя. Ну и, соответственно, работали дополнительно в этом направлении с медиками. И сегодня, я думаю, что у нас есть огромная проблема, что есть у нас беспокойство, но мы уже более профессионально работаем. Работают профессиональные наши медики. Огромное им, конечно, спасибо. Я думаю, что они заслуживают, можно сказать, год медиков. Практически они на своих плечах это все выносят. И я думаю, что это такой самый сложнейший год. Мало того, что коронавирус, у нас еще, как всегда, тайфун Майсак, ледяной дождь. И все это в совокупности нам огромное количество неудобств доставило. А как справлялся район с разрушениями сентябрьских супертайфунов и недавнего циклона, оставившего села и поселки без электроэнергии? Во-первых, мы выявили слабые места. И практически не было у нас несколько дней электроснабжения. Это у нас по лесу, где проходили 35-ка, 110-ка проходила. Конечно, там были повреждения. Плюс у нас особое огромное повреждение были поселок Приморский, Барабаш, Занодворовка, Общиновка. То есть по северам, где лес. Но я хочу сказать, мы воспользовались грамотно всеми теми слабыми местами, которые мы об них заявили. И, соответственно, получили поддержку от администрации Приморского края. Этим воспользовались. Мы привели в соответствии большое количество строений. Мы три школы кровлю поменяли. Мы в девяти домах кровлю поменяли. Мы большое количество поменяли электрических столбов, проводов, подстанций. Мы расчистили реки. Ну, вообще много чего сделали. То есть я хочу сказать, что это такой урок для нас. Выявление... Хотелось бы, конечно, чтобы это было в плановом режиме. Но не всегда так получается. Но я хочу сказать, что мы укрепили свою базу и укрепили свои, вот все, будем так, в поселках наши социальные объекты. То есть сегодня нам уже ливень и ветер уже не страшен. Как в части образовательных учреждений, так и в части предприятий электроснабжения. Потому что многие моменты приведены в соответствии. И огромное спасибо жителям Хасанского района. Во-первых, за терпение, за понимание. И я хочу сказать, что не было такого повального какого-то страха. И не было такого повального, что все звонили там и истерику закатывали. Все все понимали. То есть беда пришла. Надо не истерить, а надо работать. Иван Владимирович, продолжение темы жилищно-коммунального хозяйства. Хочу спросить о прохождении отопительного сезона. И если можно, давайте вернемся к вопросу из интервью с вами осенью 2019 года. Вы рассказывали о поиске управляющей компании для Барабаша и Безверхова. Расскажите, решилась ли данная ситуация? Отопительный сезон мы начали вовремя, в плановом режиме. То есть мы получили паспорт готовности еще до начала отопительного сезона. Я хочу сказать большое спасибо всем теплооснабжающим предприятиям Хасанского района. Отработали ответственно. Вошли планово. Компанию Барабаше Безверхова Приморская нашли. Привели соответствие. Есть сложности, есть недопонимание некоторых категорий людей, которые хотят быстро, чтобы компания пришла и сразу было какое-то чудо. Чудо не бывает. Но я хочу сказать, что это не компьютер, где мышкой кликнул и сразу все произошло. То есть планово, работа ведутся, мне приятно. Гранизона 237. За надвор, когда мы проезжали, смотрели, везде на подъездах новые двери, везде стоят фонари освещения, везде все подметено, вымыто, почищено. Да, есть какая-то проблематика еще возникает по содержанию, по Безверхову, по Барабашу возникает. Но в таком тяжелом, плачевном состоянии все-таки жил фонд. Но 44% населения платит, это мало. Я думаю, что там будут судебные иски. Но в принципе надо людям понимать и привыкать, что без управляющей компании это будет коллапс. За работой компании мы смотрим, то есть я практически везде проезжаю, смотрю, наблюдаю. Ну, я думаю, что со временем мы уже просим, чтобы они вошли не только в Барабаш без Верхов, но и еще взяли бы в Зарубино, в Краскино. Потому что есть проблематика, есть затопленные подвалы, есть верхние сети, которые надо приводить в соответствие. Вот по этому пути мы идем, и я думаю, что мы будем так продолжать. И там еще планировалось строительство контейнерных площадок для сбора мусора. Ну, в настоящее время у нас заключены контракты, подрядчик ведет установку. Мы вчера проезжали, смотрели по Безверхово, по Барабашу. Хорошие делают площадки, бетонные плиты, плюс ограждение, потом бетонные плиты. И плюс в этом году нам оператор 365 контейнеров Хасанскому району предоставляет. Мы видим из них, можно сказать, тоже Безверхово, Андреевка. В этом году не было коллапса. Вовремя все убиралось, все увозилось. Может, какие-то были моменты, но это человеческая жизнь, и тут от сегодня перестрахуешься. Но вообще-то я думаю, что мы правильно в направлении. Огромное спасибо всем главам. Все поселения работают по площадкам, все делают площадки, и все настроены на то, чтобы чистота была в наших поселениях. Иван Владимирович, а что удалось построить в районе в рамках национальных проектов? Ну, по национальным проектам у нас в настоящее время построено 8 площадок, построены 2 амбулатории. Я бы еще хотел сказать, что большой капитальный ремонт госпиталя производится. Практически у нас спортивная площадка построена в Краскино. Плюс хотельная коробка Андреевка, две площадки в Приморском. То есть какие-то есть вопросы, но будем так говорить, что где-то не совсем ответственны подрядчики. Подрядчики выходят на аукцион и понижают стоимость строительства, а потом сами же не могут сделать. Это вот бич сегодня не только Хасанского района, это по всему региону вот это все происходит. Расскажите, а какие ремонты в этом году были проведены в общеобразовательных учреждениях? У нас большое количество образовательных учреждений приведено в соответствие. У нас где-то более чем на 30 миллионов мы сделали кровли, мы сделали окна поменяли, мы сделали отопление. Я приоритет отдал поселениям, отдаленным, которые были все время как-то ущемлены. Мы пошли по пути и во всех поселениях, в образовательных учреждениях поменяли кровли, окна, сделали отопительную систему. Сегодня наши детишки чувствуют себя комфортно, мне за них приятно. Мне приятно общаться с учителями и понимать, что мы несем добро в этом плане. То есть, ну это не основная цель, основная цель учить детей, но мы им создаем комфортные условия. Я бы еще хотел такой момент отразить. Мы в этом году запустили столовую без Верхова. Детишки практически ходили за километр кушать, 40 минутам перемерно делали. Вообще это было для меня непонятно. Поэтому мы приложили все усилия. У нас сегодня столовая работает в школе. Плюс еще, когда был Майсак, нам еще дополнительно 9 миллионов дали на образовательные учреждения. Мы еще три кровли перекрыли. Это пассет, барабаш школы. Я считаю, что мы достойны в этом году, поработали в этом направлении. И наши результаты видны. Расскажите, пожалуйста, об основных параметрах бюджета района на 2021 год и о планах, которые хотелось бы притворить в жизнь в новом году. Ну, я бы сказал так, что бюджет наш не блещет. Мы заложили денежные средства, мы заложили программы. Мы опять будем продолжать народное образование, социальные объекты. Сегодня уже приоритет у нас пошел по деревням. Мы уже школу все поремонтировали. Но у нас есть еще намерение. Мы вошли в федеральную программу. Нам 23 800 выделяет. Это Краскинская школа. Мы сделаем проект. И, я думаю, приступим к капитальному ремонту школы. Это такой большой объект. А такие небольшие объекты мы по поселению, мы по славянке будем ремонтировать садики. Потому что образовательные учреждения мы уже практически отремонтировали. За исключением первой и второй школы славянки. Но мы там будем делать проект. Будем входить. И, я думаю, на 2022 год мы уже полноправленно войдем. Мы уже будем менять всю кровлю, отопительную систему. Это первая и вторая школа. У нас много задумок. Мы много чего хотим. Мы хотим 12 миллионов из бюджета, чтобы к госпиталю сделать дорогу, сделать хорошую стоянку. Потому что госпиталь – это районный, туда приезжают все люди, на машинах. И там практически ни подъехать, ни встать нигде нельзя. То есть вот эти вопросы мы держим на контроле. Сейчас будем работать в направлении на ВИКИС по дороге. Есть поручение губернатора. Дополнительно будем делать проект на строительство школы на Гвозьево. Потому что выезжали с губернатором. Принятое такое решение. Будем строить школу-сад. Начальную школу-сад. Ну, в настоящее время мы еще работаем в направлении. Есть поручение губернатора. То есть мы сегодня будем реализовывать. В частности, я сейчас поеду на поселок Хасан. Мы будем ставить на кадастровый учет смотровую площадку на озере Отос. Плюс стык трех границ будем на кадастровый учет ставить. И историческое такое место, как Сопка-Зазерна, тоже будем на кадастровый учет ставить. Крайб подготовил программу. Мы будем реализовывать и будем все это обустраивать. Большое такое поручение и поддержка идет в этом направлении в части туризма. Вы, наверное, обратили внимание, что с Барбаша дороги сделаны, Суханский перевал сделан. В этом году будет от Стелла и до Красовки тоже дороги сделаны. Там более 20 километров. Есть поручение губернатора. Мы должны для туристов создать комфортные условия. В тех местах, где народ наш со всего Дальнего Востока приезжает. Это Андреевка, это Безверхово, это Касаназимово, это Гвозьево. То есть есть пляжи. И для этого мы должны, во-первых, создать инфраструктуру. То есть первое, что мы должны сделать, это дороги. Потом мы должны внимательно смотреть. И мы с операторами везде обговаривали. То есть надо выставить везде площадки, чтобы на тех же местах, как Касаназимово, Андреевка, Безверхово, везде все убиралось. Мы будем это все со временем приводить в соответствии. Я думаю, что своими действиями народ, глядя на нас, тоже будет себя вести достойно и будет смотреть за чистотой. Я бы хотел еще обратить внимание такое, что сегодня у нас идет направление в сельском хозяйстве. То есть есть поручение губернатора. Выезжал сюда Александр Иванович Костенко. Мы проводили совещание и сегодня планируется на следующий год у нас Гринагра к нам зайти для воспроизводства мясного направления стада. То есть практически Гринагра зайдет и сегодня уже закуплен молодняк. Есть даже поручение, что земли Ясного и Хасанского парка тоже должны быть задействованы. И в этом направлении идет согласование тех моментов, что у нас никогда не было задействовано земли Ясного, потому что был запрет. Сегодня мы нашли понимание и все это будем приводить в соответствии. Ну как-то это обнадеживает. И мне приятно, что наши земли будут не гореть, а они будут просто пущены в дело. Иван Владимирович, спасибо вам за ответы. Вы всегда находите время прийти к нам в студию. Надеемся, что мы и в Новом году будем видеться чаще. Редактор субтитров А.Семкин